Теперь разглянем про... Ну, погоди. После 11 данных рисов, Вячеслав Котеночкин и Александр Кульянский незамедлительно решили выпустить свой кутовый усилял Проволкой Зайса, который на данный момент является оригинальным. Та самая золотая коллекция считается 18 серий, которые выходили вперед с 1969 года по 1994. В последние две серии впиталась мрачно-жутковатая атмосфера 90-х, и поэтому и стараются не транслировать две серии по детским телеканалам. В 1980 году вышла новогодняя год-кометражка под названием «Ну, погоди, телевыпуск». Выпуск начинается с того, что волк и Зайц бегут на телецентре Останкино, встречающиеся других героев от студии «Союзмутфильм». С 2005 года, после 12-летнего перерыва, вышли еще две официальные серии про спортивные торговые сети «Пятерочка». Но, на мой взгляд, это уже не то. В 2012 году вышла небольшая год-кометражка. Тут-вот волк внезапно подкрадывается на концета Зайца. Последним данным эпизодом «Ну, погоди» является специальный выпуск под названием «Поймай звезду», вышивший в 2017. Так существуют короткие социальные или главные видеоролики в «Ну, погоди». Но об этом как-нибудь другой раз. А теперь мы поговорим о данных играх, которые запятывают из этого мультфильма. Речь идет об этом электронике, где волк ловит яйца. Но об этом поговорим о видеоролике, который выходил в 2000-х годов. Самые известные ролики. «Ну, погоди, погоня». По сюжету волк отвлекает от погони за Зайцем и бежит на студию «Заюз Мультфильм», в которой влезает пленку и каким-то образом попадает в игру. Мы играем за волка и нужно уничтожать всех противников с помощью кулаками или даже камнями, а также бегать от препятствия. «Ну, погоди, песня для Зайца». Это игра «Жанет Квест», в которой по сюжету, пока волк играет на гитаре, Зайц упал вместе с мороженым. И опять начинается погоня. Дзюржастого осведения никто не осуждал. После небольшой аварии Зайц плачет. Думает, что по его словам, его лучший друг волк погиб. Сюжет захочется в том, что у Зайца начинается мазкая болезнь, и волк снимает с него штаны. А он тоже хотел бы его съесть. «Ну, Зайца, погоди». Ну, погоди, догонялки. По сюжету, почтальон дарит Зайцу пригласение на билетов и вот присмотрит его глазком. Волк заметил это, и начинается погоня. А теперь самые страшные моменты, которые не пугаться. Привет, друзья, на канале Мире Вселенной. С вами Лом Таймом. И в этом видео я хочу поведать о пяти жутких страшных моментов в мультфильме «Ну, погоди». Поехали. Пятое место. Девятнадцатый выпуск, который вышел до 12 декабря 2005 года. В начале серии она показывает самая хитруша и самого страшного Зайца, а точнее его скелет. Но все бы ничего, но уже Зайца имеет кости. Как будто это сделали специально, или просто кто-то прогуливал уроки. Четвертое место. Пятого января 1974 года вышел восьмой выпуск, посвященный Новому году. И весь в мире волк гоняется за Зайца во время праздника. Но что-то пошло не так. Видно, когда это Каймасская льва, а это оказался Зайц вместе со львом. И в этот момент, когда лев начинает злиться, а при этом он нападает на волка и вводит камеру на ужас на зрителя. Третье место. 25 июня 1993 года, после семиленнего перерыва, выходит 17 выпуск. В этой серии есть момент, когда Вова подградывает к двери и замедлительно посмотрел в глазок. Там видно свечи и мутанты. При этом выглядит это довольно жутко и пугающе. Это, кстати, кадр хорошо видно, что это 90-е пошли. Второе место. 2 июня 1984 года, вышел официальный 14 серия, ну погоди. И знамый знаменитый момент, когда он ударил молотком, и замедлительно превращает в какого-то другого робота и опять бросается на зрителя. И в этом хочет напасть на волка. Но в принципе, этого Зайца-робота можно не бояться. Потому что это наоборот, это очень смешное. Первое место. И это чуть-чуть опять о 17 выпуске, который был посвящен 25-летию сериала. В начале эпизода она показывает, как Зайц превращается в оборотня. И это демонстрируется во все подробности и выглядит просто ужасно. Тем более мутфимы для детей. Кстати, из этого редко можно увидеть эту серию по телевизору. На это все, друзья. На этом подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем пока!